Добрый день, Николай. Добрый день, уважаемые телезрители. Мы сейчас со многими депутатами встречаемся, и главный вопрос, вы у нас уже депутат с опытом, как сейчас работает Совет депутатов, в общем-то еще, можно сказать, частично молодой, частично опытный, и каким вы его находите, и чем сейчас вы конкретно занимаетесь? Я конкретно занимаюсь, возглавляю должность первого заместителя председателя Совета депутатов и являюсь руководителем фракции «Единой России» в данном совете. Как и было. Как и было, да. Вам доверили опять тоже. Да, доверили, значит, работа моя призвана удовлетворительной за те предыдущие года. Соответственно, принимаем новые вызовы и включаемся в работу. Что касаемо новых депутатов, новые депутаты, ну, люди, они известные в нашем округе, тем более у нас костяк депутатский сохранился, ну, и они втягиваются, вливаются в работу Совета. Вот сегодня буквально у нас было прохождение организационных вопросов в рамках заседания депутатских комиссий. Вот, и в рамках депутатских комиссий мы обсуждали составление плана работы, вот, на ближайшие пять лет. То есть на целых пять лет так далеко смотрите? Ну, мы планируем, как бы, на следующий год, но мы будем за основу брать этот план, но если будут какие-то вызовы у нас и изменения в обществе, или... То будут изменения? Да, то, соответственно, будем вносить изменения. Но прежде всего это тот год, который вот, как, календарный, то есть от осени до осени, или вы берете именно с января по декабрь? С января по декабрь. Понятно. Ну, нам надо еще сейчас встретить зимний период, я так понимаю, это такой главный сейчас момент, да, эти вопросы как-то обсуждаются, насколько мы готовы сейчас к зиме? Пока нет, мы пока этот вопрос не обсуждали, еще таких глобальных вопросов нету, сейчас будет у нас прежде всего сам основной вопрос глобальный, это утверждение бюджета. Вот, на следующий год. На следующий год, вот, буквально у нас 31 числа будет первое заседание, мы по этому вопросу будем собираться, обсуждать вот этот... А это вообще сложный момент, то есть депутаты как-то вносят какие-то правки, коррективы, или уже, в общем-то, есть какая-то заготовка, и практически она и будет утверждена? Конечно, депутаты вносят коррективы, задают вопросы, спрашивают, куда, как, в основном они отрабатывают свои наказы, смотрят, чтобы жители или тот муниципальное учреждение, которое просило у него, давало ему тот или иной наказ, чтобы мы это все сделали и... И внесли в список. Но я так понимаю, что это те наказы, которые требуют определенных вливаний, да, то есть бюджета какого-то, ну, серьезные, скажем, ну, у нас депутаты разные тут задачи ставили, кому-то нужно лавочку перенести, кому-то там асфальт переложить, а кому-то, может быть, более серьезный, затратный наказ поступил, и если вы его одобряете, он может войти в бюджет, да? Да, да, так и есть. Хорошо. На сегодняшний день, вот когда бюджет принимается, в нем жители участвуют через депутатов, или потом, после того, как бюджет уже сформирован, каким-то образом он доносится, информация до жителей? Ну, смотрите, там есть целая процедура, есть несколько чтений, между чтениями объявляется публичное слушание, на которое каждый житель, а это будет информация, вывешенная на сайте Люберц РФ, каждый житель может подключиться, зарегистрироваться для участия публичных слушаниях и дать свое предложение. Ага, то есть это как бы первое такое чтение условное, а потом за ним идет уже обсуждение населения, население может каким-то поучаствовать, потом идет как бы следующее чтение, да? Да, да, да. И после него только уже принимать. То есть, грубо говоря, когда, если 31 октября будет слушание по бюджету, когда может быть утвержден бюджет? Ну, я думаю, в начале декабря, как правило, это, в начале декабря, числа 3-го, 4-го. Понятно. Буквально это вся процедура, вот это она занимает где-то месяц, там, в среднем чуть больше. Вернемся к депутатскому корпусу. Все-таки это же новый такой созыв, да? Там, насколько нам говорят, довольно много молодых депутатов, может быть, даже не по возрасту, а по должности, скажем так, которые никогда не были депутатами. Есть депутаты, которые бывали и вернулись в депутатский корпус, кто-то был в других местах городского круголюберца. Насколько вы сегодня считаете боеспособным совет депутатов, как заместитель председателя? Ну, у нас советы... Люди же разные, люди выбирались... Мы работаем, все, как бы, все включились в работу. По полной программе все, и все приемы проводят, и не один прием в месяц, а по два, по три. А вот как... Используют также приемы и на местах, и бывают те, кто отвечают и жителям в социальной сети, дают информацию, кому, если кто-то пишет. Поэтому мы используем все рычаги. Но в основном, я считаю, что мое личное мнение, да, социальная сеть имеет право быть, и, конечно, сейчас это удобно, быстро написать, но не все жители имеют им пользоваться, к сожалению. Ну да, особенно люди пожилого возраста. А люди, которые имеют пожилого возраста, у них, как правило, они не работают, у них есть проблема, которые они выходят во двор, потому что молодежь, что, если так, вот пришел, переночевал, ушел на работу. Какие-то свои насущные вопросы они решают. А вот люди, которые пожилого возраста, которые коренные, постоянно, которые выросли здесь, конечно, они знают, где лавочка, где, это уж они этим пользуются. И, конечно, использовать социальные сети для них немножко проблематично. Поэтому для них, и не для них, а вообще существуют приемы, и они, как правило, на эти приемы приходят. Ну, то есть это такой еще человеческий фактор, когда увидеть глаза человека, поговорить, пообщаться, вникнуть в проблемы. Конечно. Поэтому и мое личное мнение, что депутат должен обязательно проводить прием лично. Ну вот, а вас, как о депутате, когда у вас проходят ваши приемные дни, как это происходит? Люди могут прийти, записаться, или какая-то очередь существует? Смотрите, я принимаю в ЖУ-6, это улица воинов и тренциалистов, в помещении. Последняя среда месяца у меня, время приема 17 до 19.00. Житель, который, если у него есть вопрос, во-первых, есть мой мобильный телефон, он может мне позвонить и задать, если он хочет с вами встретиться, ну, прийти в эти часы прежде всего. А если жители приходят снова, есть какие-то вопросы, почему жители, когда приходят, спрашивают, я прошу, чтобы они давали обязательно какие-то вопросы, чтобы мне подготовиться к встрече, я уже пришел, уже мог им что-то сказать, или уже проблемы это решить. Ну, то есть конкретика, да, которую уже можно решить по ходу, вот как говорили многие депутаты, что даже во время предвыборного периода, от подачи, скажем так, заявления на участие в выборы, до самих выборов, слушая уже какие-то просьбы и наказы, промежуточные наказы избирателей, они успевали выполнять некоторые наказы еще до выборов. Это действительно так? Да, конечно, так и есть. Я так понимаю, что боеспособный совет – это для городского округа очень важный такой элемент, потому что мы вступаем в период зима, весна, как вы сами говорите, много всевозможных вызовов. Насколько вы чувствуете обратную связь? Ну, помимо тех людей, которые приходят, ну, есть же люди традиционно, скажем так, вовлеченные в процесс, уже вы их, наверное, хорошо знаете. Насколько другие слои общества, живущие в городском округе Люберцы, все-таки интересуются жизнью города? То есть поступают ли какие-то... Происходит ли изучение мнения населения? Потому что вы правильно говорите, не каждый пойдет к депутату, не каждый напишет даже в социальной сети. Вот как-то мониторится, что в городском округе Люберцы происходит с точки зрения вот этого социального мнения, мнения людей? Ну, конечно, все это происходит. Во-первых, мы читаем комментарии, у нас есть чаты председателя Совета депутатов, чата главы, туда люди пишут в основном, ну, потому что все главу знают, депутаты бывают на СМ4 на округе, бывают там не то, что его не знают, а не знают, допустим, какую он соцсеть ведет, там бывают соцсети старые, бывает еще что-то, ну, по разным моментам. Как правило, все куда? Там в главе, потому что депутатов же их тоже много бывает, да? Они есть муниципальные, региональные, федеральные, да. А они сразу же пишут о главе. И главе, когда ты сможешь, сразу же понимаешь, какое настроение, какой вопрос, как он решается, кто ответ как дал. Берешь вопрос на контроль. Кстати, бывает, что жителю сам даешь ответ. Вот, допустим, председателю Совета пишут, а он на твоем округе это. Ты даешь ответ. Поэтому все, что происходит, мы это все видим. Вот его соцсети помогают. Потом мы очень общаемся, дружим с управляющими компаниями, с ректорами, да, то есть от них информация поступает. У нас есть канал, откуда поступает, с общественными организациями, откуда поступает информация, с образовательных учреждений, то есть со всех тех органов, которые находятся на округе, мы взаимодействуем с руководителями. Вот, и они дают, как правило, обязательно ту информацию, которая поступает от жителей, и сигналы, в том числе и социальной активности жителей. То есть, скажем, сам город, основная составляющая города тоже у вас, скажем так, есть с ними связь, если, например, продуктовые проблемы, медицинские проблемы, я не знаю, дорожные проблемы не всегда может решить городской округ Люберец, потому что есть федеральные. Но, тем не менее, нет такого ощущения, что депутат только занимается своим непосредственно округом, что хорошо, безусловно, но он участвует и в жизни всего городского округа и влияет на всю работу. Конечно, он же решение должен принимать не только жителей здесь, но решение-то он принимает за весь округ. А как часто собираются советы, как происходит голосование по тем или иным вопросам, как создается повестка дня? Ну, посмотрите, как работает немножко уже работа совета. Значит, приходят определенные нормативно-правовые документы, которые приходят в рамках изменений действующих законодательств, в рамках работы непосредственно администрации округа, там целый список, да? Ну, законодательные есть нормативы, я сейчас не буду это рассказывать. Да, конечно, конечно. Да, там есть и 131-й федеральный закон, откуда все это берется, ну, основных этих моментов, оттуда все это берется. И совет депутатов инициирует разные положения, разные регламенты проведения тех или иных моментов. Ну, к примеру, там, допустим, установка шлагбаума для жителей. Да, собирается комиссия, у нас 6 комиссий созданы. Каждая комиссия депутата рассматривает данное направление, читает это положение, вносит свои корректировки, может выступить, сказать по данному направлению. И после этого депутат выносит все на решение на Совет депутатов. Конечно, по каждому решению, которое приносит или есть предложение, совет не собирается, мы собирались там каждую неделю. Ну, да, да, то есть это какие-то общие такие встречи. Да, общие такие встречи. А по данному направлению собирается, допустим, определенный пакет, вот у нас, допустим, документов. Документов, да. Одна комиссия, вторая, третья. Как правило, это где-то в среднем раз в месяц. Бывает и чаще. Ну, наверное, еще зависит от ситуации. Если не приди, господи, какие-то сложности, то тогда необходимо... Да. Вот. Кстати, был же опыт, да, у вас и вашей персональной работе депутатской и всего Совета. Это опыт пандемии, да, когда ситуация была, ну, совсем неожиданная, нестандартная, но, тем не менее, прошли и через нее. И сейчас вот до конца нашей первой части, во второй хотел бы уже о вас, о депутате, о ваших проблемах на вашем участке, с чем обращаются. Как вы считаете, есть ощущение вовлеченности молодых участников процесса, то есть депутатов, помощников депутатов, всевозможных групп, молодых ребят, которые поддерживали депутатов на выборах? Существует вот эта вот преемственность какая-то? Конечно, здесь существует, и все депутаты у нас включены в повестку, и все они отрабатывают на местах. Я вот хотел бы немножко попозже рассказать о работе фракции, как раз она немножко параллелит, и идут там параллельные задачи, которые депутаты, в том числе, активизируют по данному направлению. Вот, это самое большое... Ну, то есть молодежь интересуется политикой сейчас, и даже не политика, а здесь у нас, наверное, скорее, экономическо-социальная составляющая, да, чтобы город жил хорошо, и чтобы... Вы имеете в виду молодежь, это жители или кто? И жители, и участники процесса, которые помогали депутатам избраться. Ну, они же работают, двигаются в этом направлении. Конечно, я почему и сказал, сейчас очень много работы еще фракционной у нас. То есть идет, у нас же самая большая фракция в Московской области, 29 депутатов из 32, я говорю про фракцию Единой России. И данная работа у нас очень налажена, налажена в том плане, что, первое, у нас сейчас идет основной, каждый депутат, вот сейчас, вы знаете, все прекрасно у нас проходят спецоперации, объявили частичные мобилизации, люди семей, больше 700 семей у нас мобилизованы, призваны на мобилизацию, и каждый депутат сейчас закреплен за каждой семьей в нашем городском округе. Поэтому я обращаюсь к телезрителям, если вы, те, кто у нас особенно семи мобилизованных, вы можете обратиться в аппарат Совета депутатов или к своему личному депутату, и узнать у него непосредственно, кто лично, какой депутат, за какой семьей закреплен. Для примера. Давайте вот сейчас во второй части, по поводу фракции, мы как раз с этого начнем, чтобы, так сказать, более подробно об этом поговорить. Напомню, что у нас в гостях Александр Ильич Лопак, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы, и первый заместитель председателя Совета депутатов. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях первый заместитель председателя Совета депутатов городского округа Люберцы, депутат Совета депутатов, естественно, Александр Ильич Лопак, частый наш гость. И в прошлом созыве, и в нынешнем созыве, в первой части мы поговорили о Совете депутатов, а сейчас уже конкретно о работе вашей фракции и о работе вас как депутата. Ну, рассказывайте, что нового привнесено в этой работе, в работе этого уже Совета. Смотрите, я еще раз повторяюсь, у нас, значит, фракция состоит из 29 депутатов, она самая большая в Московской области, всего у нас избраны 32 депутата. И фракция «Единая Россия». Подавляющее большинство. Да, ну так вот, жители проголосовали, да, подавляющее большинство доверия оказали. Поэтому мы сейчас стараемся полностью доверие как бы отработать, не как бы отработать то доверие, которое нам высказали жители и фракционники, работающие в рамках фракции. Основная тема сейчас, мы знаем прекрасно, это у нас частичная мобилизация. Призвали наших люберчан, их больше 700 человек. И остались семьи у них. И те семьи, фракция «Единая Россия», каждую семью взяла под свое крыло. На сегодняшний момент часть депутатов, уже большинство связалось с семьями. Я сам лично прозвонил те семьи, которые есть на моем округе. Коллеги мои также прозвонили по моему округу. К некоторым мы уже выехали, часть вопросов мы уже решили. Вот мы, допустим, в субботу посетили две семьи, завтра поедем, посетим семью. Оказываем всесторонную помощь, всестороннее содействие. Финансовая, бытовая какая-то помощь. Разные, разные вопросы. В зависимости от ситуации. В зависимости от того, у кого какие вопросы есть. И, соответственно, депутаты фракции также закреплены по своему округу, по направлению, за каждым жителем. Так, что еще у фракции решает? Какие вопросы? На сегодняшний момент у нас есть также. Приходят, мы проводим разные мероприятия в рамках того или иного. Допустим, у нас идет день волонтера. Да, мы поздравляем. У нас волонтерское движение было, да? На округах, да. В пандемии. Кстати, именно там оно очень развивалось. Да, оно там развивалось. Остались жители, которые были неравнодушны. Которые готовы работать и в других направлениях. Да. Вот мы с ними встречаемся, общаемся, кого-то награждаем, кому-то выезжаем, поддерживаем мероприятие. Раз, их поддержали. Дальше второе. Проводим разъяснение, ездим по коллективам, по предприятиям, где вот мы встречаемся в рамках фракционной работе проводим разъяснение по проведению специальной военной операции. То есть каждый депутат, и у нас приходит рекомендация от ЦИКа партии, что непосредственно, какую информацию мы можем, и которая актуальна на сегодняшний момент, потому что она меняется. Ну как, политинформация. Она же меняется постоянно. Ну да, да. И вот эту информацию мы доводим до наших жителей. То есть проводим разъяснение по проведению. Хорошо. А с точки зрения вот каких-то еще бытовых вопросов, которые, ну, я насколько знаю, у вас всегда была выработана всевозможные программы, вплоть до интернет-списков, таблицы. Помните, было, когда каждый депутат отчитывался перед фракцией о том, что он сделал, как это... Это все есть. Это работает. Это все работает, да. Давайте напомним, как это работает. Ну, это наша внутренняя работа уже. А, это нельзя рассказывать? Ну, это можно, но это такая техническая часть. То есть депутат, за каждым депутатом закреплены определенные, допустим, мы ставим план задания, носят интересно, как работает фракция, на две недели. На две. На две недели ежедневные задания у каждого депутата. То есть у нее прописано это все. И он, соответственно, отчитывается, выкладывает это все в свои социальные сети перед жителями. Отчитывается прежде всего по этому заданию. У нас есть информационная платформа избиратель-депутат. Вот если забить, допустим, мою фамилию, она сам первого искала. Там все, моя деятельность, то есть сколько мероприятий за месяц я привел, с кем встретился, каждый житель может посмотреть. И какой результат, да? Ну, конечно. А мы там, понимаете, мы там не выкладываем информацию, просто сходил и посидел. То есть, да, информация выкладывается, допустим, вот мы сами встретились здесь, мы тоже можем выложить. И мы что, мы обсудили здесь о работе совета, то есть о расписывании, да. И, допустим, о работе фракции. Я это выкладываю. Пришел я в коллектив или с жителями встретился, у них вопросы по специальной военной операции, я им разъяснил, я это выкладываю, что я непосредственно им говорил. Провел я прием граждан. То есть не просто я там провел прием граждан, пришел там Иванова Тамара Михайловна и так далее. С такого-то по-такой. Да, а я описываю. То есть пришла Иванова Тамара Михайловна, у меня вопрос такой-то, вопрос взять на контроль или вопрос решен положительно, сделан депутатский запрос. И я сразу же описываю, что решено и что нет. Это, как сказать, вся картина видна. То есть вся акция может посмотреть. Активность каждого депутата. Каждый житель может посмотреть. Получается, что каждый депутат как бы отчитывается условно или прямо перед своей фракцией и отчитывается уже перед вышестоящими. То есть насколько у вас связь есть? Самое основное – это отчитаться перед жителями в своей работе. Мы не делаем работу отчитаться куда-то вверх или куда-то здесь, внутри. Самое главное – это отчет, почему фракция ставит определенные направления, она выбирает, выбирает. А депутат уже по этим направлениям, помимо своей депутатской деятельности, он еще работает как член фракции. И работа своей отчетности, она прежде всего нужна нашим жителям. Для этого есть социальные сети и в том числе, повторяю еще раз, в партии «Единая Россия» созданы информационные платформы избирателей-депутатов. Кстати, более того, там можно сделать запрос, там есть графа «Запрос». И этот запрос, пока мы не дадим ответ, он будет болтаться в ЦИК партии. Ага, то есть он будет виден, что какой-то крючочек везет, а? Да, и уже ЦИК партии, уже член фракции будет по этому поводу объяснять. Ну вот, кстати, мы же можем предположить себе, вот если, ну, отстает кто-то там из депутатов, или какое решение принимается? Ну, одно дело, когда совет депутатов есть, а есть когда фракция. Там, наверное, жестче все. Как-то подтягивает его. Ну, конечно, мы его подсказываем, мы говорим, у нас там мы мониторим это, депутату звоним, там, я говорю, придем же. Да, нет, ну, мы спрашиваем, когда будет прием жителей, мы у него интересуемся, да, или когда там навестишься, мы мобилизованы, там, в связи с чем, там, допустим, ты неделю у тебя работа, никакой активности не было. Ни работа, ни активность. Бывает так, что просто мы не знаем об этой активности, ее надо просто выкладывать, давать обратную связь. И мы спрашиваем, в чем проблема, есть активность, нет активности. Он говорит, извините, там, у меня там пресс-секретарь, или я не успел эту информацию выложить там в соцсети, или дать обратную связь, поэтому мы это узнаем. Если где-то депутат, бывает так, и в отпуск уехал, и еще что-то, мы об этом как бы информируем. Хорошо. Ну, другие проблемы, потому что у нас здесь были уже депутаты, ваши коллеги, практически вся комиссия ЖКХ, самое любимое, наверное, у населения. И я не зря вот спрашивал, то есть, какие обычно запросы, да, потому что, ну, это отопление, чтобы включилось, все работало, значит, какие-то проблемы с домовыми устройствами, там, подъезды, скамейки, урны, кстати, проблема мусора, или, скажем, те же шлагбаумы и так далее. Вот к вам, как депутату, с чем сейчас больше всего обращаются? Все-таки вы представитель того еще совета, который завершил свою работу, и теперь работаете как бы в совете нового созыва. Что-то оттуда перешли проблемы, или проблем стало меньше бытового уровня? Вы знаете, у нас, когда проходят выборы, в эти выборы идет непосредственно жителями контакт, то есть мы проводим встречи, да, потом жители надо задать вопрос, а почему-то встречи не проводятся постоянно. Ну, конечно, это тогда мне просто надо ходить каждый день проводить эти встречи, да. У каждого будут вопросы? Нет, вопросы они будут всегда, да, но потом и жители тоже, да, встречаться-то можно хоть каждый день, главное, что наказы, делать. наказы, которые поступают, они должны решаться, это первое, а второе, есть приемные часы, приемные дни, когда может прийти каждый записаться, есть соцсети, есть мой мобильный телефон, можно позвонить, задать любой вопрос, и мы как бы в оперативном порядке, будем это в момент все решать. Вопросы те, которые поступали, они, есть часть в работе, часть есть в работе, которая будет сделана на будущий год, потому что они более глобальные, требуют там более глобальных решений, то есть это не просто там пошел, лавочку сделали, там асфальт приложил, это как бы, ну это общего городского округа, да, это проще, да, там вопросы ЖКК, где-то кому-то что-то там убрать, или еще что-то сделать, это тоже можно сделать, а вот вопросы уже непосредственно, допустим, вот я повторяю еще раз, какие-то глобальные, которые требуют там решений, может быть, в области федеральных структур, это, конечно, соответственно. А вот у вас, я так понимаю, налажена связь и у Совета депутатов, и у вас, как у депутата, и как у первого заместителя, председателя, с депутатами Московской областной думы и с депутатом Государственной думы. Да, конечно. Как эта работа происходит? Ну, смотрите, ну, в рамках, допустим, фракционной работы каждую неделю мы составляем план графика работы депутатов Московской областной думы, и я с ними лично выезжаю, депутаты выезжают, мы с ними ездим, ну, то есть... Выезжаем к жителям, приемы совместно проводим, это просто... А от вас может поступить сигнал к депутату Московской областной думы? Конечно, а мы вот в рамках всех вот этого взаимодействия, то есть минимум один-два раза в неделю, а то и три раза в неделю, минимум, я говорю, а бывает так, что и каждый день мы с депутатами соприкасаемся непосредственно вот в рамках исполнения наказов и так далее, и исполнения тех поручений фракций, которые, да, то есть мы касаемо фракционной работы, мы проводим на местах, потому что фракционная работа, она же не только состоит из там вот этого, что я назвал, да, там же там входит в нее также приемы жителей, там, да, приемы в общественной приемной партии, то есть не просто на местах, а ты еще принимаешь как-то. Ну, то есть дополнительно, да. Да, допустим, я как член президиума, я еще езжу в общественную приемную московскую область и там провожу прием. На всю область, как бы. На всю область, да, вывешивая. Там у нас председатель совета тоже входит, вот, вот, а с депутатами постоянно на связи, на контакте, я говорю, совместные приемы и выезжаем в территорию, и с жителями встречаемся, и вот как раз по наказам, как вы говорите, вот, ну, пример, вот, один из примеров, да, на улице, возле станции Люберцы, на улице Волковской, да, был очень узкий бордюр, да, где машины подъезжали маршрутки, люди стояли там, вот эта коммерческая у них составляющая, поступили на КАС, мы оперативно отработали, это в рамках фракционной работы, вот, и увеличили бордюр, это сделали быстро, оперативно, первое, а, мы приехали туда с жителями, пообщались, которые сказали, да, и буквально через какой-то период времени мы приехали, уже бордюр увеличен, все, мы тут же посетились, это один из примеров. То есть, когда быстро, четко и понятно, то есть, поступил на КАС и сразу же выполнял. Конечно. Пару личных вопросов в завершении нашей программы, все-таки вы работаете на, это даже не должность, скажем так, а такая миссия, да, депутатская, довольно долго, насколько вам хватает силы, с чего начинается ваш день, как вы проверяете эти наказы, есть ли у вас время для себя, для семьи? Ну, конечно, есть, я с утра стараюсь доработаю, если погода позволяет пробежаться. Да? Вы спортивный? Ну, стараюсь, да, я же спортсмен, вот, и поэтому, если я долго не занимаюсь спортом, то организм уже требует нагрузки, и я себя не очень комфортно чувствую, вот, поэтому я стараюсь там по утрам, либо после работы, но сейчас просто темно, поэтому в первом плане сейчас вот перешел, с утра побегал, к девяти на работу. И уже как-то веселее работать. Ну, да, может быть, это не каждый день, вот, на работе, у нас есть, я же руковожу еще аппаратом совета, есть определенные вопросы аппарата совета, мы эти вопросы обсуждаем, мы эти вопросы включаемся в работу, вот, как рассмотрим непосредственно нормативно-правовые документы, нормативно-правовые акты по данному направлению, и после этого общаемся с жителями, принимаем места, то есть любой житель может ко мне прийти на постоянной основе с ними эту тему отработать. Выходные бывают у вас? Выходные бывают, но выходные, вот мы, допустим, в субботу ездили по умобилизованным жителям. А, то есть вы его все равно провели? Ну, конечно, да, есть какие-то мероприятия, мы тоже ездим на эти мероприятия, вот у нас особенно социально значимые. А как? У нас работают с населением 24 на 7. 24 на 7. А как по-другому? Телефон, мне звонят жители, бывает там и в 10, и в 11, там, бывает смс-ки шлют, бывает и кричат, бывает и спасибо, говорится, по-разному бывает. Хорошо, ну и завершая уже нашу программу, вот, те люди, которые живут в городском округе Люберца, ну, их условно, наверное, можно поделить на два основных таких направления. Первое, это люди, которые живут в городском округе Люберца, переживают, и, так скажем, ну, люберчане, да, то есть, да, а есть люди, которые, вот вы как говорили, они ночуют в Люберцах, то есть переночевал, поехал на работу, вот, в Москву и так далее, ну, то есть они воспринимают город, как некое такое место для ночевки, для сна, для ужина и так далее. Вот, что бы вы сказали жителям и того, и другого направления, как первый заместитель Совета Депутатов городского округа Люберца в финале нашей программы? прежде всего, я хочу, прежде всего, мы не делим жителей, которые ночуют, и которые здесь. Это я просто условно. у нас все жители одинаковые, неважно, которые проживают на территории городского округа Люберца, мы считаем их всех своим, и я хочу жителям пожелать, прежде всего, добра, я хочу пожелать им больше улыбаться, все-таки, у нас можно сейчас сложности, да, нам надо их совместно пройти. Я считаю, что, если нет сложности, то тогда человек расслабляется, и он теряет определенную... ладку. определяет неопределенные жизненные... ориентиры. ориентиры, или как их прерогативы жизни. А когда есть какая-то, вот так или иначе, проблема, ну, не проблема, мы, скажем, обзовем определенные вопросы, то человек начинает подстраиваться, он начинает... если он это двигается, движется... поэтому я хочу, чтобы вот эти все движения, которые у человека были, они были с улыбкой, с любовью, привели все к родным, близким, к окружающим себя, вот, и, конечно, в наше время это сейчас необходимо здоровье, потому что вот прошла эта пандемия коронавирусная, мы смотрим, что... Беречь себя и близких. Да, беречь себя и близких, все-таки она еще не закончилась, нужно быть внимательным к этому вопросу, вот, и заниматься спортом. Вот, вот заниматься спортом городской круглуберцы, территория спорта. Александр Леонидович Лопак, депутат Совета депутатов городского круглуберца, первый заместитель Совета депутатов, приходите к нам еще, вот как бюджет примите, сразу ждем вас в гости. Договорились. С докладом. Да, договорились. Спасибо огромное, это была программа «Открытый диалог», с вами был Николай Пивненко, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова